Товарный поезд каждую минуту проезжает на 300 метров меньше, чем скорый. И на пути 420 километров тратит времени на 3 часа больше, чем скорый. Найдите скорость товарного поезда. Ответ дайте в километрах в час. Для начала запишем наши условия. Тогда у нас получается, что скорость скорого поезда минус скорость товарного поезда будет равняться 300 метров в минуту. Переведем скорость в километрах в час. Для этого 300 метров в минуту надо умножить на 60, знаменатель 1000. Посчитав, получаем 18 километров в час. Также нам известно, что на пути 420 километров время товарного поезда минус время скорого поезда будут равняться 3 часам. Нужно найти скорость товарного поезда. Ведем переменную. Пусть скорость товарного поезда равняется x. Воспользуемся уравнением со звездочкой и подставим туда наши перемены. Тогда у нас получается, что скорость скорого поезда минус x равняется 18. Выразим отсюда скорость скорого поезда. Скорость скорого поезда это будет x плюс 18. Найдем время движения товарного поезда на пути 420 километров. Время товарного поезда будет равняться путь, деленное на скорость. Подставим туда наше значение. Получается, путь это 420, скорость товарного поезда, используя переменную, это x. Время скорого поезда на этом пути будет равняться путь, деленное на скорость. Подставим сюда наше обозначение. Получается, 420 километров разделить на скорость. Скорость мы ранее получили. Это x плюс 18. Подставим наши времена выражения с решеткой. Тогда у нас получается 420 разделить на x минус 420 разделить на x плюс 18. Будет равняться трем часам. Разделим все выражения на 3. Тогда у нас получается 140, деленное на x минус 140, деленное на x плюс 18 равняется 1. Домножим все наше выражение на множитель. На x, на x плюс 18. Чтобы избавиться от знаменателей. Тогда у нас получается 140 умножить на скобку x плюс 18. Минус 140, умноженное на x, равняется x на x плюс 18. Решим получившееся выравнение. Для этого раскроем скобки. Получается 140x плюс 2520. 1420 минус 140x. Равняется x квадрат плюс 18x. 140x из 140x у нас взаимоуничтожается. Перенесемся в одну сторону. Право. Получается x квадрат плюс 18x минус 2520. Все это равняется 0. Решим получившееся квадратное равнение через дискриминант. Дискриминант равен b квадрат минус 4ac. Подставим на наше значение. b это 18. 18 в квадрате минус 4 умноженное на a. a равняется 1. И умноженное на c это минус 2520. Посчитав получаем 10404 или 102 в квадрате. Тогда x первое второе равняется минус b плюс минус корень из дискриминанта знаменатель 2а. или минус 18 плюс минус 102 в знаменатель 2 умножить на 1. x первое. Если идти по знаку минус, будет минус 60. x второе. Если идти по знаку плюс, будет 42. x равное минус 60 нам не подходит. Так как скорость товарного поезда не может быть отрицательной. Запишем ответ. Скорость товарного поезда это x. x равен 42 км в час. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok